Эти ошибки в тегах у взрослых магазинов и что нельзя списывать новичку. Приветствую вас, друзья, с вами Прохоровская Светлана, а делаю аудит и, на мой взгляд, еще раз набор интересных ошибок, делюсь с вами этими ошибками. Друзья, обратите внимание, мы уже про это говорили. Если вы успешный магазин, если у вас продажи просели или долго стоял магазин, не обновлялся, обратите внимание на ваши теги. Если вы 5-10 лет назад открывали свой Etsy-магазин, если новичок смотрит на такой магазин, то, например, в те годы продвижение по тегам из одного слова по высокочастотным ключевым запросам было более возможно, товара было меньше по конкуренции. Например, в своей книге Etsy SEO, я ее первый вариант написала в 2016, веду статистику по некоторым ключевым запросам. И, например, по джиллери в 2016 было выложено 6,5 миллиона товаров, 6,5 по бижутерии, миллионов листингов. Сейчас, в 2021, на сегодняшнюю дату, по бижутерии на английском ключевой запрос вводим, смотрим и практически 24 миллиона товаров. Посмотрите, сколько выросло конкуренции в 3,5 раза. Точно так же по другим ключевым запросам очень сильно выросла конкуренция, возросло количество продавцов. Поэтому продвижение по некогда успешным ключевым запросам, сейчас даже магазины, у которых есть хорошее количество продаж, но они не топ-продавцы, они не входят в первую пятерку, десятку магазинов, они тоже проседают. Давайте, например, и посмотрим. Если вы выбираете ключевой запрос шерсть, но в нашем примере, например, мастер продает felted bear, из фелтинга сделанная красивая игрушечка, небольшая красивая игрушка, и он первый ключевой запрос пишет ву, шерсть. Если вы точно так же в тегах применяете материалы, то у вас выдача сейчас на Etsy, вы будете переброшены в материалы, пишем этот ключевой запрос, смотрим реальную выдачу без рекламы, обращаем внимание, и что мы с вами видим? Разве мы видим с вами игрушки, которые пытается мастер продать? Нет, их даже нет близко. Получается, что нельзя мастерам списывать, новичкам у крупных известных магазинов, это теги, которые являются высокочастотными, и которые из одного ключевого, как один ключевой запрос состоит из одного слова. Обратите внимание, следующий момент, очень много мастеров любят тег-гифт. Сейчас идет сезон, праздничный сезон, скоро будут все покупать подарки, и хочется найти, например, чтобы ваш товар купили как подарок. Если вы внесете в поиск Etsy гифт, то вы получите 27 миллионов товара. А если вы укажете, хотя бы конкретизируете, на какой праздник этот гифт, например, на Рождество, то вы увидите около 5 миллионов выдачи. Это даже рождественский подарок, рождественские подарки, это достаточно высокочастотный ключевой запрос для малышей. Но и взрослые эти магазины могут и проседать, поэтому им нужно прорабатывать вот этот ключевой запрос. А малышам можно попробовать применить у себя ключевой запрос, тоже поработать с ним. Но вместе с тем, когда вы анализируете, есть ли у вас ошибки по вашим тегам, по вашим ключевым запросам, вы для себя задавайте два вопроса. Первый. Самое главное. На каком этапе развития Etsy магазин мой находится? В начале пути, среднем, скажем так, этапе развития, или у вас уже топовый магазин, и вы боретесь в выдаче вообще за первую строчку после рекламы? Все зависит от того, за что вы боретесь, и у вас будут разные ключевые запросы. Но мы рассмотрим. Например, вы новичок. Вам нужно собрать внимание. Внимание чьё? Каких потенциальных клиентов? Вы задаете вопрос. Чьё внимание я хочу получить какого клиента? Если человек пишет конкретный вид товара, felting мешка, либо wool bear, он уже хочет купить именно этот товар. Вы хотите получить внимание таких людей? Подбирайте такого типа теги. Да, базовые теги. Если вы хотите проработать праздничные ключевые запросы, то вы пишите, например, рождественский подарок. А если вы продаете просто-напросто подарки, и вы хотите быть первым, но вы только-только начинаете, когда вы напишите просто слово «гифт» в тегах, то вам будет крайне сложно, крайне тяжело продвигать свой Etsy магазин, да и дорого по этому ключевому запросу. Значит, первая задача, когда вы подбираете теги на определенные события, на определенную дату мероприятия, первые два главных вопроса, которые вы себе должны задать, это на каком этапе развития находится магазин, какие фразы, какие ключевые запросы я могу применить. И второй вопрос очень важный. А чьё внимание, какой группы покупателей я хочу привлечь? Потому что если человек пишет конкретный товар, он хочет купить конкретный товар. А если он пишет рождественские подарки, либо рождественский подарок, он не знает, что он еще хочет купить, он присматривает. Получается, и те, и те ключевые запросы хорошие, и те, и те ключевые запросы имеют место быть в вашем Etsy магазине. Но важно понимать, как, на какое событие, для кого, для чего, чье внимание вы привлекаете. И от этого уже исходить. Еще один тоже важный момент. Например, еще простой ключевой запрос. Если вы в поиске пишете «Бэ», вы на Etsy написали «Бэ», смотрите, вам подтягивается мешка, со всех, со всех, ну как, даже подсказки есть, и декор, и на праздники, и на футболках, и цифровые товары. Если вы продаете файл «Бэ», то стоит так и написать. Если вы продаете мешку из шерсти, и вы хотите подчеркнуть это, то стоит так и написать. Важно для себя именно вот эти ключевые запросы, как вопросы задавать, и писать вот именно эти ключевые запросы. Потому что именно от того, что вы напишете, в такой группе товара, вы всегда можете перепроверить, вы будете появляться. Но еще один важный момент. Не забывайте, я в одном из видео говорила, что индексация поисковиками происходит не так быстро. Если вы сейчас будете редактировать листинги, если вы сейчас будете менять листинги, если вы сейчас будете исправлять там свои ошибки, либо добавлять праздничные теги, помните, что они индексируются, проверяются поисковиками не сию минуту. Получается, индексация проходит один раз в одну-две недели, в зависимости от активности, и на каком этапе развития находится ваш магазин. Получается, то, что вы поменяли, поисковик проверит, найдет где-то в течение один раз, одной-двух недель. И только по тем новым тегам, которые вы изменили, после того, как проиндексируют, то есть простыми словами проверит, и начнет показывать людям по новым ключевым запросам, пройдет длительный период. Поэтому, если сейчас 1 сентября, а вы мечтаете продавать свои товары на новогоднее направление, то уже стоит сейчас задуматься и отредактировать свои листинги на Рождество, на Хэллоуин, на День Благодарения, на эти важные, ну, скажем так, сезонные праздники, к которым готовится весь портал Эйдси. Поэтому обратите на это внимание. Друзья, еще раз подчеркну, если у вас есть ошибки по тегам, стоит их исправить сейчас и не ждать мгновенного результата, не ждать мгновенной выдачи. Вот я поменял, да, и все, и меня будут показывать, например, и на Эйдси, и в Гугл по этим ключевым запросам. Поэтому на это должно уйти время. Делайте это все заранее. Если вам нужна помощь, если вы только начинаете изучать Эйдси-Сеу, под видео напишу ссылку на свою книжку. Если вы хотите задать мне вопросы, напишите, пожалуйста, под этим видео. Друзья, с вами была Прохоровская Светлана. Удачи вам на Эйдсе, удачи вам во всем, удачи вам в этот рождественский сезон. Субтитры создавал DimaTorzok,